господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 879 события дня 3 книга царств 146 я грозный посланник к тебе за 13 мая 2017 года воскресенье мы тут дальше выставлены беседы переписка которые давно не было вот посмотрите что здесь есть если это скорбь до смерти когда приятель и друг обращается во врага вот об этом верху вот это все и напротив 3 и она 14 для меня нет больше радости как слышать что дети мои ходят в истине иногда спрашивают на почему на вас нападают почему есть дьявол на земле есть служители его мы же еще нету зависть одно с большой буквы огромная зависть господи как умножились враги мои многие восстают на меня многие говорят душе моей нет ему спасения в боге то есть решает что бог держит там добрые дела от моей не принимает не принимает ну то есть безумие но ты господи щит предо мною слава моя и ты возносишь голову мою то есть господь защищает господь сохраняет а у них ничего нету этого я говорю про давида ведь давида это было не сегодня не вчера тысячу лет назад три тысячи лет назад это все было почему был дьявол был бог все так же и было а вот чем оправданность что нападает а вот обыкновенная я взял со второй главы при мудреце соломона 215 тяжело нам и смотреть на него ибо жизнь его не похожа на жизнь других и от личных путей его это абсолютно точно он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших как от нечистот ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим богатом и избрание они нападают на дом неверующие что взять то с них только одно не меняем безумие в судный день ну тут откроет библия сейчас вот открывая ее покажу при мудрости соломона вот теперь что вторая глава прочитаем один раз и неправо умствующие говорили сами в себе коротка и прискорбно наша жизнь нет человеку спасения от смерти и не знают чтобы кто освободил из ада и спрад знают уже случайно мы рождены и после будем как не бывшие дыхание в наших от дым и слова искра в движении нашего сердца когда она угасает тело обратиться в прах и дух рассеется как жидкий воздух хотя написано дух идет к богу и имя наше забудется со временем и никто не вспомнит о делах наших и жизнь наша пройдет как след облака и рассеется как туман разогнанные лучами солнце и отягченной теплотой его ибо жизнь наше прохождение тени и нет нам возврата от смерти и поположено печать и никто не возвращается ну так они и думают безбожники будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром как юностью преисполнился дорогим вином и благовониями и да не пройдет мимо нас в весенний свет жизни увенчаемся цветами роз прежде нежели они и увяли никто из нас не лишая себя участия в нашем наслаждении везде оставим следы веселья ибо это наша доля и на жребий ну и пускай это их дело но они на этом не останавливаются и отдали с десятой главы куда не ну ладно где что гава раньше говорили что чтобы обернулся назад у тебя гора бутылок пустых и голых баб это еще в армии слышал говорили и вот эти все точно так и рассуждают будем притеснять бедняка праведника не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних сидим старца то есть у них программа определенная они ищут а раз руководит ими сатана а сатана особенно летует там где духовного сана люди златоуз говорит все об этом говорят и гнать и брещанинов остались одни актеры и что не начнут говорит все к вреду любое предприятие все к вреду сила наша да будет законом правды ибо бессилие оказывается бесполезным устроим ковы праведнику ибо он в тягость нам и противится делам нашим укоряет нас грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания объявляет себя имеющим познание о боге и называет себя сыном господа как они слова избрания прямо как трясутся все ну отродие бесовская он перед нами обличение помыслов наших тяжело нам и смотреть на него ибо жизнь его не похоже на жизнь других и отличные пути его он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших как от нечистот ублажает кончину праведных и тщеславно называется отцом своим бога увидим истины ли слова его испытаем какой будет исход его ибо если этот праведник и сын божий то бог защитит его избавить его от руки врагов но как раз вы то враги есть они об этом молятся испытаем его оскорблением и мучением дабы узнать смирение его и видеть не злобе его осудим и он обесчестную смерть ибо по словам его о нем попищение будет вот везде там какой-то новосибирской епархии везде миссионерские отделы отделы как будто дьявольский отдел какой-то одна злоба сочится ни понятия ни сострадания ни любви ни уважения ничего нету никого они не могут привести естественно здесь по словам боя попищение о нем и вот стоит там за иконок спрячется держит там или скозыльской епархии все против меня одно то что вы все против идете значит жизнь моя отлична от вашей вот все что здесь есть вот так будем притеснять это вы говорите не я я к вам даже не знаю какие у вас ресурсы а вы знаете каждый день но я не знаю сколько ну 70 100 примерно матершиных других отзывов скверных так они умствовали и ошиблись ибо злоба их ослепила их и они не познали тайн божьих не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных бог создал человека для нет лени и садила его образом вечного бытия своего но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее принадлежащие к уделу его а души праведных в руке божией мучений не коснется их в глазах неразумных они казались умершими исход их считался погибелью и отшествие от нас уничтожением но они пребывают в мире ибо хотя они в глазах людей наказываются но надежда их полна бессмертия и немного наказана они будут много благодетельствованы потому что бог испытал их и нашел их достойными его а как вас бог испытал ну всяко разно меня 26 лет только мучила психиатрия 26 лет уничтожали а потом потом реабилитация наступила злоупотребление советской психиатрии инакомыслящих и хрущев сказал у нас нет инакомыслящих у нас есть лишенные разума но и сразу же генерала григоренко петра всех арестовали не кипела институт дуракопа написал да ибо хотя они в глазах людей наказываются на надежда их полна бессмертия так он испытал их и наш в гарнире испытал их как золото в гарнире и принял их как жертву всесосовершенную во время воздаяния и мы они воссияют как искры бегущие по стеблю будут судить племена и владычествовать над народами и над ними будет господь царствовать вовеки надеющиеся на него познает истину верной в любви прибудут у него ибо благодать и милость со святыми его и промышление об избранных его но у них ничего нет этого не надежда здесь хватает все всякие мерзости делает и вся под каким вы епископом да не под каким мы епископом это вы под епископом все вам рассказывать чем занимаются они андрей курая попубликовал это что они над семинаристами делают так это ни один не два и они над нами изгаляются почему но жизнь наша не похожа на них вы вот ну православным ли говорить у меня там заплаты там что-то еще другое ну православное то подвижники вы считаете жития святых то я этому не подражаю даже а просто посредством по одежке протягиваю ножки это моя жизнь такая нет не все абсолютно если до самой глубины исследует даже самое простое на что не глядели бы даже это увидели это у них такого есть нет конечно и как моем детском лагере как в общине во все вникает а сами ничего не соображают почему злоба ослепила их и сидор пилосиот говорит предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум это я сегодня как вступление делаю пояснение вот так серия геннатов пишет христос воскрес объявление об отдыхе труде и православном воспитании детей в поселке потеряевкой и многое другое тобою совершаемое во славу божию распространяю фейсбуке 15 мая мне предстоит выступать с отчетом в мин энерго угли украины о работе по предупреждении коррупции на нашей шахте он юрист знаю что надо быть твердым и мужественным как сказал господь иисусу на вину прошу твоих и гнать и тихность молитв аминь да благословить тебя сергей господь и укрепит елена фавор не знаю даже как сказать никита насчитывает григория сковороду так вот видимо в слове ошибка какой ошибка еще так я не понял сергей игнатов христос воскрес шалом евгению тропко который спрашивает нашего строгого и доброго наставника во христе о том как он готовился к выходу на пропасть евангелия а также попутно выложил против него написаны умными но под диктовку дьяволом памфлеты именно памфлеты хотел уже тоже поделиться своими мыслями пришедшими от чтения святых писаний для меня не вопрос когда исповедник православной веры игнать технич лапкин вышел на путь господа иисуса христа и стал его помазанником а об этом достаточно широко освещено в его автобиографической книге для слова божия нет уз 2 тимофея 2 9 и множество видеороликов в которых также разоблачается ложь подкапывающихся под него врагов истины которые не могут показать ни одного плода своей веры в бога у игнатия лапкина не с избытком что привлекает к нему православных христиан как пчел на цветочный нектар мне отступник роман малыш тоже присылает правдоподобные документы правдоподобное и видеоролики об игнатий технич в которых его автор изощренно со ссылкой на священное писание и творение святых отцов тужатся обвинить его в сектантстве как завистливые фарисеи и книжники клеветали на господа нашего иисуса христа и глава больше всего нападать тех которые дают добрый отзыв они не могут терпеть а которые дают недобрый это отзыв это причина то какая ну вы обзаботитесь о мне об нашей общине да нет мы только сейчас считали жизнь не похожа на нашу нам тяжко смотреть на него ну ну не вы же первые то я не стал уподобляться той заразной мухи которая привлекает запах блевотина и внес распространителя сатанинская лжи в черный ящик аминь наталья усатого труд игнатия тихоныча говорит и свидетельствует о любви и преданности ко христу за что зазомбировал их всех но живет в германии за сирийца но совсем другие люди там и сколько считала ничего не коснулась моей души а взяв евангелие в руки то сразу коснулась мгновенно лжи свидетели до того слепые и завистливые что не могут отличить истину евангельского от сектанства вот встретились увидела услышала пришла владимир мир вам и гнати тихоныч если можно объяснить и в событиях дня притчу о десяти девах пять мудрых и пять неразумных и почему они задремали что это означает коротко я отвечаю ну потолкование святых отцов задремали то есть ограничение наших жизненных ресурсов мы перед смертью болеем и все уснули то есть умерли умерли телесно умерли и жених замедлил то есть замедлил две тысячи лет не приходит больше тут ничего нету и вины в том же заснули нигде нету и вина то не в этом а что масло нет как друг наш лазарь уснул говорил им о смерти они не понимали уснул посол павел уснули все спятые отцы со златоустом месте а потом пробудятся 5 неразумных пополам раз а почему 5 а не так чтобы 46 там на суде обнаружится вот когда придут все они же все вместе приходят и неразумные дева означает не сквернилися с миром то есть это люди верующие которые хранили себя но вот с этим и остались а кому добро сделать за монастырской стеной то сидит тут ну тут прям притчат это против монашества иди на базар какой базар ему когда ему слова нельзя сказать то но вы притчи то разберите ни одной причине от который бы одобряла возникновение монашества в том виде в котором есть никак антимонашеские притчи христа а если бы монашеская тогда бы господь сказал кто найдет то 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 и там спрячется и дальше завернет платок он завернул спрятал это монашество талант есть спрятал как арсений великий то у них кто-то говорил какой-то голос он как контактер голос говорил беги и молчи он бегал всю жизнь и молчал со знаниями у него были знания такое что больше никого не было в империи такого и духовное знал и мирской окончил чем молчанием полным гробовое молчание потому что какой-то голос у него не было различие различайте духов какие они я группа растения великого и они берут это за образец а моисея мурин обратился помогает всем и ночью воды наносит монахам которые сидят там в кельях не вылазит спасаются они там с зарытыми талантами и тогда а кто выше из них и тогда одному видно было не евангелие ищут что по делам будет бог судить они по молчанию и вот корабля два плывут на одном моисей на другом арсении где моисей это один разбойник уверовал во христа там ангел ангел руководит капитаном а где тот молчит там сам христос ну то есть даже в этом видение это одна сплошная ложь написано никак не судите прежде времени 1 коринфянам 4 5 этот стих им никогда никому не перейти оставьте до суда божия вот это не тщеславие у них нет ни гордыня все время судят то есть на престол божий залезли с ногами топчутся там стоят я никого не сужу спасется не спасется так и вы говорите сектанты да сектанты но я не говорю о конечной участи это бог решает а они-то судят как а вот в аду это гореть он будет если у меня что-то было раньше все я растрепал это нету они не видят ни одной души которая пришла вот я говорю ссылается в местном журнале у семинаристов барнауле покров называется и там доктор богословия это тоже какая-то единица бочков обо мне как раз и говорит разная реакция его труды это вызывает но что тысячи людей пришли все патриархии но это что-то значит или нет и вот они повыползли как мухи заразные вот он говорит здесь и больше ничего нету нету а вы когда никак мне смешно просто причислять себя к верующим и страшно сказать созданию или к участию миссионерских отделов миссионерские отделы они для того чтобы вместе кучей как я говорю кодлы набрасываться на кого-то а так то встретишься там ничего нет плюгавенькая мошка одна стоит ни писания не знает куда применить и все заботиться под каким мы епископом но сейчас у нас меньше месяца осталось 3 июня у нас будет день деревни и какой деревни верующие православные 21 тысячи деревень но вы что-то создайте чтобы были вместе пусть немного хотя дома три построить это и нет никого почему да потому что все разбазарили болтавнивый ну вот хорошо детский лагерь у нас православный почему при советском строю наш лагерь был один один на всю россию на весь советский союз такой строгой дисциплина там и дети 72 года а сегодня как плесени навелось ты где даже не могли сохранить от роспотребнадзора у меня не один работник детям не прикоснулся пальцем я их всех спас а он учит их лжи я лжи учу что убегали это ложь господь гонит в одном городе бегите в другой это все лжи учат то есть разума нету совершенно безумные слова говорят это все за мной одно то что столько на меня силы оттягивается где-то они в это время когда на меня нападает и не участвует чего то это стоит вот мне один спрашивает какие книги считать по ветхому завету толкования отвечаю святой ян златоуст федорит кирский епископ виссарион владимир пащенко мир вам игнатий тихонович я смотрел собрание вы сказали неправильно что мы с василием сделали пломбу на рыжковском нет мы сделали между первым и вторым а он говорит далее я делал один на на рыжковском но виноват на не умышленно я сказал володя виноват не расслышал сегодня у меня интересно закрыт skype никогда не было функция обмена сообщениями недоступна я вот такая надпись я пишу у меня вот такая надпись скайпе вчера были занятия на занятиях было нормально сейчас ничего нельзя поставить функция обмена сообщениями недоступна что нужно сделать чтобы доступно было то такого никогда не было до этой ночи что это опять какая-то каверза от этих ds везде они под буквой d и s как-то или фамилия имя так я просто обратил внимание дьявол сатана я благодарю бога за все гонители и клеветников и молюсь каждый день о них они награду только увеличивают больше ничего тут и нету дальше показать наши можно ресурсы вот мой мир я люблю хорошо а как раз никита вышел но потом посмотрю дальше ленточную вот здесь вот форум наш 1600 тем а тут вот 21000 на моем мире фотографии 9000 с лишним роликов ну и дальше видео наш канал православный видеоканал 11000 роликов где 19 миллионов 198 тысяч посещений ну и проще такое вот 19 тысяч 344 подписчика тут идет работа идет большая работа настоящая работа вот это ну и наш во свете библии православный библейский сайт и вот самое считаю важное нужное и недосягаемое не для врагов ни для кого и не сделать никогда это не сделает потому что дети вот они это то они не знают тринадцатый пункт папка и вот все читаем тут я не знаю будет или нет видно так вот вопрос 1836 примеры покорности воли родителей если в житиях а то все прославляются такие как житие алексея который бежал от невесты и любящих глубоко верующих православных богатых родителей которые любили нищих и были милосердными и щедрыми ответ есть но они почти ничего неизвестно народу и все сих нет храмов как недавно андрей кураев ну я об этом много говорю уже опубликовал что вот в россии тысячи лет христианства ни одного канонизированного мирского это простеца нету который жил бы там женился и все правильно подавал милостыню но его не казнили просто так вот обыкновенно как монах жил да и умер это ни одного монахи не пропустили вот такое разумение что небо это монашество и в монахе записывает и божью матерь богородицу это первая монашка была ян креститель первый монах еще спрашивать с больных то и спрашивать не еще так результаты послушание воля родителей выйти замуж всегда превосходнее того когда девица убегала и скиталась где-то а ее биографии можно даже сказать что если убрать все приписки жизни описатели то останется только уход ее семьи из семьи смерть 1 корейфом 7 38 посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо а не выдающий поступает лучше судя по стилю речи павла может принять что власть была ли девушки девушка замужем или оставаться одной все в руках родившего ее но никак не он решает теперь ныне монахи сломали этот стереотип и ввели формулу брать по высшей шкале как понимает пусть и человеческими усилиями но на белом коне скопцы секта изуверов оскопляли им уже и женский пол в своих кораблях общинах чтобы посадить человека на белого коня кавычках псалом 93 15 ибо суд возвратится к правде и за ним последует все правое сердцем слово оскверниться встречается в полной библии сто восемьдесят восемь раз и всегда речь идет о нарушении освященного узаконенного принятия чуждого противного богу заразного числа 5 19 28 и заклянет ее священник и скажет жене если никто не переспал с тобой и ты не осквернилась и не измила мужа своему то невредимо будешь от всей горькой воды наводящий проклятие если же жена не сквернилась и была чиста то останется невредимой и будет оплодотворяема семенем проверка такая земли где тысячи людей проходили прокаженные могли тайно появляться что угодно взять земли растворить дать выпить вот интересно все же ереме 3 1 говорят если муж отпустит жену свою и она отойдет от него и сделать с женой другого мужа то может ли она возвратиться к нему к первому не осквернилась либо этим страна на так а ты со многими любовниками блудодействовал и однако же возвратись ко мне говорит господь это об израиле откровение 44 это те которые не осквернили женами ибо они девственники это те которые следуют за агнцем куда бы он ни пошел они искуплены из людей как первенству богу и агнцу каждый день почему меня спрашивает жениться не жениться ну ну если не понуждают плоть то удержись откровение 34 впрочем у тебя в сардисе есть несколько человек которые не осквернили одежды своих одежды и будут ходить со мною в белых одеждах ибо они достойны евреям 12 15 наблюдайте чтобы кто не лишился благодати божия чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не сквернилось многие житие симон дивногорец 24 мая житие но так как родители принуждали ее вступать в брак то марфа ушла от них и направилась поспешностью притечи у церковь находившиеся близ города антиохии придя сюда она полониться со слезами начала молиться ко христу ко господу прося его устроить все так как бы было полезнее и спасительнее для нее и было в этой церкви видение марфи повеливавшая ей подчиниться родителям и вступить в брак исполняя волю божию девица сосчиталась с иоанном счастная марфа часто приходила в церковь притечева и молилась здесь о великом с великим усердием к иоанну притечи прося его исходатайствовать ей у бога своим молитвами дар родить дитя мужеского пола при этом марфа и обещала посвятить его как никогда она самуила на служение богу после того как младенца исполнилось два года родители принесли его в церковь притечева и крестили здесь вот как родители что слушаться конкретно места писания привожу показываю еще вопрос 1994 седьмой том открытым оком почему вы так настойчиво говорите о том что все мощи захоронить целое тысячелетие люди поклонялись мощам и сейчас они таким массовым авторитетом пользуются это мне за записки подходили когда в университетах вел занятия в техникум в школах в милиции воинских частях то есть нет места в городе даже самое маленькое какое-то предприятие вплоть до киоска починки обуви там свидетельствовал ответ вы разве первый раз взяли в руки библию мои ответы никогда не ищут благоволения великих или массового мнения это мне совершенно не нужно даже знать есть библия слова великого бога моего я нахожу в нем единственный ответ что делать с телами умерших никаких других вариантов нет если даже придется делать перезахоронение перевозить мощи или кости в другое место но и там они должны быть в земле отдана землю всякое иное толкование есть противление всемогущему творцу распоряжающемуся живыми и мертвыми телами и душами бытие 3 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб доколе не возвратишься в землю с которой ты взят ибо прах ты в прах возвратишься не в антименцы и не в ковчежцы не в кресты не мощевики не враги лукаш 9 60 на иисус сказал им предоставь мертвым хоран погребать своих мертвецов а ты иди благовествует царствие божие то есть где мощи там нет благовестия это друг друга исключает если есть благовестие там мощей не будет гоняться они совершенно несовместимы вот они много там номер мертвы они к мертвым и лепятся весь ответ мертвы за себя постоять не могут и толкнуть ногой посягающих на их тела как святой епифаний после своей смерти ударил ногой и убил постигнувшего открыть его ноготу посмотреть на его обрезание и слова иисуса христа может сделать вывод что на проповедь не выйдут православные мертвые батюшки архиереи доколе не оставят мертвецов мощами занимаются только мертвецы но те оставлены были похоронить их а эти мертвые академисты и этого сделать не в силах не могут тысячелетия погрести тела давно умерших которые никогда и никому не давали разрешение их терзать расчленять после смерти фаршировать это афонское мудрование им больше нечем заниматься они же любят мертвые кости целую черепа как у воробьевского показано в фильмах во всей библии нет даже намека чтобы тела терзать отрезать отпиливать от них ровно 90 раз встречается число погребать на страницах священного писания это 90 свидетелей будет на суде божием против всех кто не согласен с этим и был прямым или невольным участником этого заблуждения и слова схоронить хоронить еще сто два раза подтверждает что надо хоронить они выкапывают тела умерших кто бы они ни были называя это обретение мощей совершенно в обратную сторону стали работать лопаты могильщиков гробокопательство смертный грех не говорю чтобы каждый батюшка стал уничтожать антиминцы нужно это знать сокрушается внутри себя и добиваться чтобы это было проведено соборно когда-то же эти тела будут воскресать непогребение всегда считалось наказанием от бога 2 макавейска 5 10 оставивший многих без погребения он сам остался неоплаканным и не удостоен ни погребения не отеческого гроба 2 макавейска 13 7 такой это смертью пришлось умереть нечестивому минелаю и не иметь погребение в земле и весьма справедливо я на крестителя первые ученики погребли а спустя столетия раскопали и стали считать что так будет лучше я говорю трупа поклонники ой ой да как можно назвать святого трупом ну а как его назовешь трупы живой это два варианта но не трупом же так но матрона это не труп не труп нет а кто она а вот или я пророк и енох это трупы и убил их 12 глава откровения апокалипсиса горты бросил трупы их на улицах господь себя с трупом сравнивает где труп там орлы но понимаете омертвевшие у людей сознание и далее мы считаем я на крестителя первые ученики погребли и спустя столетия раскопали и стали считать что так будет лучше и деяние 14 12 ученики же его придя взяли тело его и погребли его и пошли и возвестили иисусу лукаш 16 22 умер нищий и отнесен был ангелами на лона авраамова умер богач похоронили его похоронили евреи знали о заповеди предавать прах праху ибо все этому правилу все подчинялись все люди на земле мать фея 27 7 сделал же совещание купили на них землю горшечника для погребения странников деяния 5 6 и встав юноши приготовили его погребение вынесши похоронили но непонятно что такое приготовить мы стараемся во всем быть похожими на иисуса и на святых господь был погребен и в третий день воскрес из мертвых если у божья матерь не была восхищена как говорит предание то ее тоже бы на счастье расшленили бы так при общении к святости через видимые предметы это разве заповедал христос колоссиам 2 12 быв погребены с ним его в крещении в нем выяса воскресли веру господа иисуса в силу бога который воскресил его из мертвых в новом завете это обыкновение как хоронить перешло в церковь христову я не 8 2 стефана же погребли мужи благоговейные сделали великий плащ по нем ну вот это все на сегодня